Почему в наше время, когда столько много информации и различных тренингов, причём информация доступна, столько много психологических проблем? Значит, ну, во-первых, я должен честно сказать, что хороших тренингов я видал маловато. Я бы свои не делал, если бы я был уверен, что всё хорошо работает. Я всё время так с книжками себя вёл, ну, как бы, если бы я написал книжки по всем тем поводам, где я не видел хорошей книги. Если я видел хорошую книгу, я не писал бы, потому что это зачем? Хорошую уже сделал товарищ. Вот, поэтому, на самом деле, хороших тренингов мало, потому что вам обычно в тренингах что-то обещают. Это галиматья какая-то. Вот, сейчас вы замечтаете там, вот эти марафоны желания, это вообще просто огнище. Замечтаете вот это всё, и вам всё визуализируется и придёт. Ну, слушайте, мы же с вами взрослые люди. Если вы ничего не покопали, понимаете, не посадили, не полили, оно от кедова там вырастет-то. Ну, это же какой-то процесс. Ситуация такая, что людей призывают на всякие разные обещаниями личностного роста, там ещё чего-то, пятьдесят. Я вот не обещаю. Говорю, не будет вообще, не ждите. Вообще личности нету. Давайте вникнем в суть дела. Давайте мы поймём, как работает мозг, да? Как формируется эта личность, откуда она вообще, почему мы так к ней относимся, что мы в неё вкладываем, что на самом деле представляет собой ваша личность. Это мы как раз в курсе проходим, и выясняется, что вообще всё, что мы думали раньше, это было некоторое, так сказать, наваждение. А правда про мозг, она другая. А если вы эту правду не знаете, вы каким образом сможете устраивать свою жизнь? Это всё равно, что по ложной карте попытаться дойти куда-нибудь в нужное вам место. Слушайте, ну это так не работает. Если вы знаете, как устроена голова, вот, по-настоящему. А на самом деле эти открытия толком-то, ну вот так уже в финальной, как бы, варианте, как мы сейчас имеем, им очень небольшая история. С момента, когда мы стали исследовать мозг с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии и смогли увидеть, как мозги живые работают. Раньше-то, как вы, анатомические, порезали мозги. Сообразишь, что ничего. Анатомические или нейрохирургические во время операции у эпилептиков, как правило. Или опухоль, когда удаляли. Там, значит, человек находится в сознании, можно потыкать мозг и какие-то тоже реакции получить. Это всё очень такая была плохая информация. Сейчас мы знаем, как он по-настоящему работает. И это вообще сакральное знание, понимаете, что мы наконец получили, как это работает. И мы теперь знаем, что нужно делать для того, чтобы там доходить туда, куда мы хотим. Мы теперь знаем, где образуется тревога. Мы теперь знаем, где образуются желания. Мы теперь знаем, как они друг друга пушат, условно говоря, и так далее. И поэтому моя идея состоит в том, что не нужно людям обещать чего-то. Им нужно дать карту, по которой они смогут увидеть свою собственную жизнь, что в ней и как происходит на самом деле. И что с этим… Ну, мы даём упражнения, потому что это же всё можно потом проверить. Здесь нет никакой… У нас самая высокая доходимость этих участников на курсе, на КТ больше 90% тех, кто доходит до самого конца. Почему? Потому что вы на каждом занятии получаете упражнение, потом вы идёте, вы можете попробовать это, получить соответствующий опыт. И получая соответствующий опыт, ваше собственное введение мира меняется. И меняется и понимание, и ощущение, и так далее, и так далее. Вот. Поэтому у каждого же своя жизнь. Как вообще можно разным людям пообещать одно и то же? Это я иногда думаю. Мы же разные. Если кто-то думает, что… Да, мозги в целом, они состоят из нейронов. Вот эти нейроны образуются, так сказать, корковые, подкорковые зоны и так далее. Да. Но мы же имеем разные генетические особенности. Люди от природы разные. Мы имеем разный опыт жизненный. Мы имеем разные воспитания, разные социальные среды и так далее. Разные информационные среды. Поэтому мы различны. Но если вы знаете принципы, а вот именно принципы мы и показываем, то вы можете увидеть, что вам на самом деле от вашей жизни нужно. Вот что важно-то.